Субтитры делал DimaTorzok Я хотел бы посмотреть Он спрашивает, зачем генералу конструктору посмотреть на летающих полет Вы чертовски догадливый человек, да? Действительно, готовим Ничего, ничего не надо К вам приедет киносъемочная группа с разрешением нашего министра посмотреть обстановку, чтобы сделать потом съемки Так когда вы у вас будете летать? Так Ну хорошо Гарная неделя Спасибо Те, что вы сейчас слышите, уникально Раз, два, раз, два, три, четыре, пять Лунает технический звукозапис роботи знімальної групи кінофільму «Ім'я на фюзеляжі» Синхронная съемка Антонова Его главный герой – генеральный авиаконструктор Олег Костянтонов Сьогодні, коли виповнюється 115 років від дня його народження, ми вирішили не розповідати, а послухати його самого По-моему, чем неожиданний вопрос, тем лучше Не так неожиданний, как может быть слегка путаный, можно сказать, так Завдяки старым записам така щаслива можливість у нас є 30 ноября 1982 года Це відбувалось 39 років тому Тоді київська студія науково-популярних фільмів приступила до документальної кінострічки про видатного киянина, чье прізвище дало ім'я цілому сімейству літаків Олег Антонов – человек і самолет Такою була перша робоча назва майбутнього фільму Зйомки ще не розпочались, але ми можемо чути, як все відбувалось Це стало можливо завдяки архівним аудіоплівкам з робочими звуковими записами до фільму, які зберіглись в музеї державного підприємства Антонов Ось генеральний конструктор разом з авторами читає наданий студією попередній сценарій І не погоджується з тим текстом, який йому пропонують сказати від свого імені Він би хотів сказати так А ось визначаються можливі місця для проведення зйомок Антонов організовує ознайомчий візит кіногрупи до відомчої бази відпочинку в Тетереві Дело в тому, що наша база знаходиться на країх заповедень Михайло Семенович, добрий день Михайло Семенович, во-первых, мені хотілося б мати пропуск в Тетереві Пропуск, да? Да, щоб мені там не останалили, мені спрашивали, откуда я такий взял Настось треба зробити, во-вторых, вона киногрупа, яка знаходиться у мене Они дуже соблазилися з Тетереві Им понравилось також, як вам понравилось Вони хочуть там побувати і зробити там кое-какі съємки А як їх туди пропустить? Та можна буде, воно їхати, напишем записку туди, попросим, щоб їх пропустили Лучше було дати їм, конечно, сопровождаючим Ну дадим сопровождаючим А ви самі коли туди поїете? Олег Розенович, я ж давно не був там Надо побувати? А? Побуду как-то сильно Побуду? Замечательно Ну ладно, давайте пока пропуск, а там поговорити Я постараюсь зробити Пожалуйста Зрештою Антонов узгоджує свій робочий режим з кинематографістами Робочі зйомки фільму тривали протягом декількох місяців Вони відбувались в робочому кабінеті, на випробувальній базі в Гостомелі та у відомчому спортивному комплексі А це на знімальному майданчику в домі самого Олега Антонова Завершена стрічка вийшла на екрани в 1983 році Її загальний хронометраж склав 47 хвилин З них 19 хвилин, говорить Олег Антонов Одинак під час зйому була записана його розповідь тривалістю понад 2,5 години безперервного звучання В фільмі ми можемо чути це Решта сказаного не увійшла до фінального монтажу Взять карандаш, почати рисувати і стати конструктором Це дуже складна діяльність, зматуюча порой Нужно мати крепкі нерви і здоров'я, щоб справлятися з цією роботою Але це дуже нужна робота Крайне інтересна робота Для мене, конечно, самая інтересна І цю роботу я буду продовжувати, пока буде сила І я б сказав ще, що для цієї роботи дуже важна настійчість Железна настійчість, відповідальність Ніколи не бросати начатого Продовжувати обов'язково до успішного кінця Це теж необхідне качання конструктора Тому що почати і бросити – це значить не вирішити задачу Більша частина цих записів близько 40 років залишалась невідомою Тепер ви можете почути їх вперше Отже, головина в нашому фільмі – не зображення, а саме звук Цей фільм треба слухати Технічна якість переведених в цифровий формат магнітних стрічок неоднорідна Тому ті місця, де голоси звучать недостатньо розбірливо, доповнюються субтитрами Згідно з принципами документальності, мови оригінально Ви спросили у нашого режиссера, що ми собираємося снимати А ми хотіли спросити у вас Каким, или какой главной мыслью Мог би быть снабжен фильм, или що думає Антонов О главной мыслью фільма об Антонові? Ну, це буде ненашко, може бути неприлично звучати Але це безперервне стремлення к свершенству Без сомнений, це лежить в основі моєї деятелності Да і не тільки, вероятно, в моєї деятелності А всякий конструктор стремиться к свершенству Це совершенно явне обстоятельство, яким не треба пренебрегати Це прослеживається, видимо, от самого перого альбома вашої знаменитої арио-энциклопедії до самого последнього Да, ну нет, конечно, пренебрегати прослеживається в своєму роді Але я думаю, що, якщо б Поликарпов, Туполєв Другі наші замечательні конструктори, Ілюшин, Якулєв Собирали б такий матеріал, то у них це теж прослеживалося б Може би, навіть більше ярко Возможно, у них є такий матеріал, наверное, ви просто не узнали об цьому Значить, завершенствування конструктора і завершенствування человека одновременно? Його мастерства, конечно Без завершенствування мастерства, без того, щоб безперерывно учиться, конечно, нельзя создати нічого хорошого И тем более в нашем мире, который так быстро меняется, где техника сьогоднішні дня Уже заметно превосходит вчерашню И совсем не похоже на позавчерашню Надо беспрерывно учиться Поэтому в какой-то мере это является и совершенствованием конструктора, как конструктора Это просто веление времени Значит, надо понимать или конструктор, что в личности по фамилии Антона все-таки главное это конструктор Да, конечно Как у Маяковского Я поэт этим интересен Наверно, да Конечно, это вся моя жизнь Это конструирование, конечно Сперва от самых первых робких шагов А потом по мере того, как рос коллектива Накоплялся опыт, знания У нас свои сейчас замечательные конструкторы, инженеры, ученые, исследователи Которые в некоторых областях не уступят специалистам некоторых институтов Олег Константинович, вы как-то сказали, что коллектив это я Что вы вкладывали в это? Это знаменитая фраза, которую не я выдумал Ну, может быть Я не помню, чтобы я действительно это сказал Но если вы где-то что-то слышали в таком роде Я могу сказать, что коллектив, конечно, формируется по образу и подобию Руководителя фирмы, как у нас теперь говорят Главный конструктор, генеральный конструктор Он служит как бы центром кристаллизации Вокруг него собираются люди, единомышленники Которым нравится та работа, которую он делает Которые хотят разделить с ним этот труд Который мыслит примерно так же, как и он А может быть, несколько иначе Было бы очень хорошо и очень плохо, если бы все конструкторы мыслили одинаково Потому что в спорах рождается истина И в нашем коллективе это закон Мы никого не даем Ни я, ни мои ближайшие помощники Балабуев, Гроша Мы, напротив, прислушаемся к мнению каждого конструктора Когда создается новая машина Появляется бесконечное количество эскизов, рисунков, пробных расчетов Мы сообщаем, изучаем Принимаем какие-то решения Постепенно выкристаллизовывается Мне кажется, правильное решение Значит, идеальное сочетание, так сказать, двух проблем Руководителей коллектив и личности коллектива Да, конечно Конечно В этом вы и находите самое главное Характеристическое для своего бюро Да, конечно Я не понимаю таких конструкторов Такие были, пожалуй, в прошлом Теперь уж такого не найдешь Которые топнут ногой и говорят Я так хочу и так делайте Ну, у него 9 шансов на 10 Надо делать ошибок Если он считается таким непогрешимым, как римский папа Поэтому надо прислушаться всех Ко всем И совместно сообща Вырабатывать Оптимальное решение Олег Александрович, в самом первом альбоме Какой самый первый документ? Я даже не помню, надо посмотреть А А Планер опасна игрушкам Это сообщение из газеты Биржевые ведомости за 1912 год Я этот документ использовал в своей маленькой книжке Воспоминаниях Потому что видно, как тяжело приходилось планиристам в те времена И что Это вам тогда было сколько? В 12-м году 6 лет Ну, вырезку это я, конечно, нашел потом Но она мне показалась очень интересной Вот за разрешением Воздухоплаватели обратились к местному становому приставу Но он ответил отказом Ссылаясь, что это зависит от министерства внутренних дел И училищного начальства Пробовали были ученики обратиться к директору гимназии Который отослал их к попечителю учебного округа Совершенно как по Гоголя Зная наперед, что из ходатайства ничего не выйдет Юные воздухоплаватели Отложили исполнение своей мечты до осени Когда они окончат школу и будут свободными людьми Жаль напрасно с двух молодежи Но у вас тоже начался кружок любителей авиации Это еще школа? Да, да Я тогда был школьником Мои друзья все были школьниками Что мы делали? Строили модели, конечно Издавали вот рукописный журнал Ну и конечно ходили на аэродром Рукописный журнал здесь тоже есть? Да, представьте, сохранился Я даже не знаю, как это удалось Это 20-го года рукопись Ну конечно мы ходили на аэродром У нас были знакомые летчики, там механики Изучали самолеты, смотрели как летают Все это было страшно интересно А в 20-м году какие были самолеты? Трофейные в основном Ну немножко кое-что осталось от царской России Которая своей авиационной промышленности практически не имела А были самолеты, купленные во Франции Неупоры, Блерю, Форманы Немножко трофейных английских самолетов Цопчичи Все это было страшно интересно Особенно конечно полеты Шла гражданская война Дело было серьезное Летчики участвовали в боях А чем заправляли их? Ужасные смещи Теросина, спирта и еще чего Бензина не было Двигатели чихали Но все-таки с большим трудом После многих попыток Заводились и работали И вот на этой страшной смеси Страшно ненадежный, засоряющий карбюратор Летчики летали все-таки Летали, били белых И, к сожалению, надо сказать Иногда возвращались, а иногда и гибли Ваше первое Восприятие авиации Вы к какому году можете отнести Ну, видимо, к далекому мальчишеству Да, конечно Ну, попадались под руку Какие-то журналы Какие-то газеты со снимками И, конечно, каждое изображение самолета Дирижабли даже И морские суда меня очень интересовали Александр Ильич, творческий процесс Не может быть, как известно, полностью формализирован С точки зрения логики открытий Вот под углом Вашего творчества Какую роль играют другие моменты? Как выглядит этот процесс? В смысле автоматизации? Я имею в виду элемент интуитивный Неформальный, так сказать По-моему, идея самолета Прежде всего Зарождается в результате Нестерпимого желания создать Хороший самолет Определенного назначения Вот наш знаменитый ученый Амосов Он говорит, что Человеком движут эмоции По-моему, это правильно В основе всякого действия лежат эмоции Потом вступает В свои права разума Он может подсказать, что это надо делать Или не надо делать Но начало Начало-начало это эмоции, конечно Если бы человек не имел желания сделать хороший самолет Никакой разума ему бы не помог У него просто не было бы этой идеи С этого все начинается Значит, техника не исключает эмоций? Ни в коем случае Напротив, я считаю, что Самые экспансивные, самые ярые люди Самые непримиримые борцы Это, конечно, техники Ну, где вы найдете Художников, скульпторов Есть, правда, такие Очень, конечно, эмоциональные Которые борются за свои идеи, за свое искусство За свою манеру видения Есть, я таких знаю Но, в основном Пожалуй, все-таки Техники, конечно, более эмоциональны Мне помнится Смешной был спор когда-то о физиках и лириках Он, не знаю, как к нему относились лирики Но у нас техников он вызывал только улыбку Потому что Нам казалось этот спор совершенно неправомерным Неправомерным Если Согласиться с этой концепцией, что в основе всякой В начале начала, в основе всякой идеи лежат эмоции Это же лирика, если хотите Что такое лирика? Это эмоции Определенные классы Определенный эмоциональный настрой Ну, конечно, у нас настрой несколько иной Но все-таки это эмоции И очень сильные эмоции А как вы психологически чувствуете, что идея у вас дозрела? Пожалуй, наступает какой-то момент Когда внезапно начинаешь поменять Что это то, что нужно До этого как-то думаешь, размышляешь, ищешь А потом, в конце концов, осенит идея Да, вот в таком виде, вот в таком варианте Эта идея плодотворна Ну, сказать, чтобы это в 100% случаев подтверждалось, я не могу сказать Но, вероятно, в 9 случаях из 10 это подтверждается Иногда в результате подсчетов, исследований, продуктов Консультации с учеными, других институтов Иногда бывает, что идея отбрасывается Но обычно, когда чувствуешь, что эта идея правильная Она находит свое осуществление И не потому, что это моя идея Вот, по-моему, настоящему конструктору должно быть совершенно чуждо какое-нибудь ячество Потому что я идея, я придумал, я настаиваю на этом, я хочу так Я не должно быть, должно быть мы Вот коллектив может создать действительно что-то очень ценное И поэтому я повторяю, что генеральный конструктор Это кристаллизатор Ядро кристаллизации Вот, вокруг которого Собираются люди, единомышленники И они воспринимают его идеи Их развивают По-разному воспринимают Иногда Принимают в штыки, а потом в результате спора Получается какой-то результат Все, что разработают наши инженеры В общем, проходят через мои руки Или через мои глаза, если хотите Ну, иногда бывает, что что-то выпускаешь, что все охватить невозможно Но, как правило, я все это смотрю И тем не менее, уверенности окончательно в том, что самолет полетит у вас не было До взлета, или была? Нет, была Самолеты сейчас строятся все летающие Идиотские проекты практически Кончаются в зародыше И суда, как суда сейчас строят? Суда спускают, и оно плавает Не перевертывается Последняя такая катастрофа Когда судно перевернулось Это было в гавне Стокгольма Примерно 300 лет тому назад Ваза знаменитая Ваза, да Спустили, и он перевернулся Сейчас они очень хорошо сделали, что они ее вытащили и превратили в музей Но это исключительный случай И все-таки, конечно, первый взлет отличается по восприятию Эмоционально? В смысле, радости огромной, да, конечно Но не в смысле опасений Ведь машина была, в общем-то, экстрадинарная Таких, чем они производили Вы видите, а 22-й? 22-й, да Тогда это был самый большой в мире самолет Самый вместительный Олег Александрович, мы сегодня говорили много о коллективе Какое место в вашей жизни занимает общение с людьми? И могли бы вы, вот, жить один, как мечтал, например, ваш отец Лесников? Ха-ха-ха Он, я думаю, мечтал жить в общении с Лесом, но и с людьми, конечно, тоже А я один, конечно, не мог бы существовать Лучше, никто не сказал лучше, чем Сент-Эк-Жипери Он сказал, что общение между людьми – это самая ценная жизнь Это самая большая роска в жизни, вот как он сказал Конечно В частности, общение с коллективом, творческим коллективом Которая так же, как я, мне кажется, так же, как я Стремится сделать действительно очень хорошую машину Чтобы она была лучше всех Общение с такими людьми мне доставляет громадное удовольствие И вот в этом, собственно говоря, можно видеть философию вашего творчества? В какой-то мере, да, конечно Олег Константинович, довольны ли вы тем, как сложилась ваша жизнь? Да, в общем, конечно Можно было бы говорить о разных вариациях Мне, например, больше хотелось бы путешествовать Но работа конструктора не позволяет много передвигаться Если я передвигался, то обычно я гонялся за Возможностью что-то создавать Вот из Москвы я поехал в Новосибирск Из Саратова я поехал в Ленинград, чтобы учиться Из Ленинграда я вернулся в Москву, потому что здесь Организовалось конструкторское бюро по планерам Надо было ее организовать И меня взяли сюда Потом Яковлев мне дал интересное поручение по созданию самолета Типа Аист Я поехал в Ленинград Его запустили в Сирию в Каунасе Незадолго до войны Я поехал в Каунас Из Каунаса я вернулся в Москву Потом мы эвакуировались в Тюмень Я поехал туда, потому что там строился мой планер А-7 А потом мы стали строить там летающий танк КТ Потом вернулся в Москву, чтобы его испытывать Ну потом в Новосибирск Да, потом в Новосибирск, чтобы иметь большие творческие возможности Действительно я их там получил Создали самолет, поехали в Киев, потому что ее запустили в Сирию То есть я гонялся за своей работой И не даром ваша книжка автобиографическая называется 10 раз с начала? Да, мне издательство предлагало другое название Вроде что-то на крыльях ввысь Ну во-первых, это немножко пошло А во-вторых, мне хотелось подчеркнуть, что это не так просто стать Главным и тем более генеральным конструктором Пусть молодежь знает, что это труд Что это большой труд И нужно большое упорство, чтобы не бросить это дело Потому что временами оно очень бывает трудно А первое ощущение, вот когда вы стали знаменитым конструктором Ну первые машины ваши стали, получили какие-то определенные награды Какие-то гран-при, я сейчас не помню в какой последовательности Вы уже почувствовали, что в общем-то стали знаменитым Вы испытывали по этому поводу какие-то чувства? Впервые мы получили государственную премию Очень давно это было как раз по поводу Ан-2 Ан-2 это был наш первый и наш очень удачный самолет И конечно мы все были горды, что правительство отметило нас такой высокой наградой Но кроме удовлетворения как конструктора, как создателя машины Ну, пожалуй, ничего особенного не ощущали Хорошо, а что вы испытывали, когда вы отправились в Новосибирск в возрасте уже 41-го года Человеком вы отправились, понимающим авиацию, знающим С твердым желанием создать хороший самолет И именно самолет типа Ан-2 Потому что я им начал заниматься примерно году в сороковом, до еще войны И все время чувствовал, что это очень нужный самолет такого типа, что его надо создавать Но во время войны это было сделать невозможно Хотя он бы очень пригодился, конечно, нашей Советской Армии во время войны И как только война кончилась, все время я жил этой идеей И вдруг мы получили задание на сельскохозяйственный самолет И это как раз совпало с моей концепцией Вот именно то, что я хотел создать По своим качествам, по своим возможностям, по характеристикам Это было лучшее, что можно сделать для сельскохозяйственного самолета Поэтому мы все очень обрадовались Засучив рукава, принялись за дело И очень быстро его сделали Какое состояние было ваше, когда вы, в общем-то, ставили на карту многое? Я на такой статистике не задумывался Я был совершенно уверен Никогда и ни в какой малости Не сомневался, что я смогу такой самолет сделать С помощью даже небольшого коллектива, который там собрался В Новосибирске я приехал один Потом приехало ко мне еще трое товарищей Которых я знал по Москве Ближайшие, можно сказать, сотрудники, друзья Потом мы человек 8-10 набрали в Новосибирске А потом взяли весь выпуск Новосибирского авиационного техникума 48 человек, один к одному все Пришли к нам в КБ Это были техники Не очень высокой квалификации, конечно Ну и мы все вместе учились То, что я знал, я им передавал Народ оказался очень способным Несколько человек до сих пор со мной работают Олег Константинович, а когда возникли вообще у вас первые чертежи этой машины? В Ленинграде или в Каунасе? В Ленинграде До Каунаса, да В Каунасе, когда вы уезжали на пожарной машине, эвакуировались Да С собой везли? Идею вез с собой Чертежей никаких, потому что все погибло в Каунасе Все пришлось бросить Но идея все время жила, все время была со мной Во время войны? Во время войны, да И работа у Яковлева Очень работа была, конечно, напряженная Потому что нужны были истребители для фронта Это была самая важная, важнейшая задача Все-таки урывками я думал об этом машине Немножко рисовал, немножко считал Ну и когда уже дело подходило к победе Это был 45-й год Я уже начал делать довольно подробные расчеты Все делал сам, один, конечно Делая эти расчеты, я уже совершенно определенно Почувствовал всю эту концепцию самолета Это большая площадь крыльев Должен быть биплан, сильно механизированный С довольно мощным двигателем С не убирающимся шасси В общем, схема этого была, полностью у меня сложилась Но бороться за идею приходилось Ну, я вносил предложение в наше министерство И вот та бумага, на которой Яковлев Наложил свою знаменитую резолюцию Это была моя бумага, которая Предлагала создать такой самолет Это был небольшой такой, как мы говорим, проспект То есть описание будущего самолета С его чертежами, с его расчетами Летно-техническими характеристиками Но это не первая была бумага, резолюция Яковлева Потому что до этого эксперты отклоняли самолет? Да, отклоняли это еще до войны было К сожалению, до войны Причем отклоняли, конечно, большую сделали тактическую ошибку Одно заключение было такое, что Вне аэродромных самолетов предусмотрен с двигателем 250 сил, а не 1000 Что он предусмотрен на 4 пассажирских места, не больше И были приведены 5 примеров американских самолетов Вот такой самолет стоило бы построить Эти все 5 самолетов оказались неудачными и не пошли в серию Потом другой заказчик написал, что скорость мала самолета Вы предлагаете скорость 350 Я-то предлагал Довольно большую скорость Мне написали, что и эта скорость мала Потому что это довольно психологически объяснимо Потому что перед войной все думали только о скорости Ну, спроектировались истребители Вот появился И-16 Потом в Испании появился Мистер Шмидт Который скорость была больше И-16 пришлось туго У нас стали появляться самолеты Ганялись за скоростью, за скоростью И вдруг какой-то конструктор предлагает скорость 350 км в час А истребители летали на скорости уже 500 км в час По сравнению с истребителем это была маленькая скорость А по сравнению с самолетом гражданского назначения Это была очень хорошая скорость И это было главной причиной забаркования самолета И конечно ошибочной, потому что во время Отечественной войны Во всю стали летать на самолете по 2 со скоростью 110 км в час И как вы помните, он участвовал в крупных боевых операциях Нам летали и мужчины, и женщины очень много летали И немцы называли это Русфанера И так далее Это был боевой самолет со скоростью 110 км в час Вот как иногда тактики могут ошибаться Значит, в вашем случае с Ан-2 Вам самолету пришлось преодолевать сразу несколько психологических барьеров И по скорости, и по, вроде бы, устаревшей схеме биплана И по компоновке И, видимо, по двигателю Еще по каким-то мурам Вот в своей книжке я пишу, что один замечательный ученый Который я очень уважаю Талантливейший человек, очень остроумный Написал, что механизированный биплан вряд ли это хорошо Потом стоит ли строить слишком малонагруженный самолет Для внеродумных полетов В общем, не согласился с этой концепцией И вы утвердали, что у вас даже коленки не дрожали Нет, это уверенность жила во мне Потому что у меня были сделаны расчеты, эскизы Я уже ощущал этот самолет как существующий И когда я приехал в Новосибирск, я получил это задание Я не задумываясь, приступил к его реализации И мы его сделали очень быстро и очень уверенно В конструкции пришлось добавить только одну расчалку в коробку крыльев У нас были передние кресты Плоские с расчалок, а задней расчалки не было Вот ее пришлось добавить во время стат испытания Когда мы увидели, что коробка слишком сильно закручивается Мы остановились, добавили еще одну расчалку И начали сначала Все получилось хорошо, вот так он сейчас и летает Движу я на модель самолета Ан-2 И невольно вспоминаю всю его историю Она очень интересна и по-своему поучительна У каждого самолета своя судьба Отличная от других Своя особенная судьба Некоторые рождаются под аплодисменты, все их приветствуют Конструктор испытывает не очень много затруднений Для того, чтобы довести свою идею до осуществления А другие не сразу приветствуются Приходится затрачивать много энергии, усилий, чтобы доказать право Их право на существование Естественно, они идут не по красной линии Они лютятся в задворках цехов Где-то в уголках лаборатории Ну и только постепенно обретают форму Обретают жизнь, начинают летать И потом долгой борьбой доказывают Своё право на существование, свою полезность Так было и с этим самолетом Я помню, как ряд товарищей Выступал И в министерстве гражданской авиации И в других инстанциях За то, чтобы самолет начали строить Начали проектировать После того, как мы его построили Огромную положительную роль Сыграл замечательный полярный летчик Каминский И его друг Мазурук Которые летали на дальнем севере И сразу оценили этот самолет Каминский прямо говорил так Это тот именно самолет, о котором мы мечтали Во-первых, в нем летаешь, в нем тепло У него дальность большая Он достаточно грузоподъемен Можно взять несколько человек с собой в полет Садится он на самые крохотные площадки Естественно, в Арктике приходится Садиться между торосами на льдине На припое Вот это привлекло Этих замечательных людей Они стали нашими союзниками И потом уже самолет Все более и более входил в жизнь Ну и сейчас все знают, что такое самолет М2 Он летает уже больше 30 лет Перевез уже почти 300 миллионов пассажиров И все и летает, и летает И мы не видим сейчас конца его применения А если вернуться ко временам еще более ранним То все-таки первое это Голубь? Да, первое это Голубь Из планеров это был Голубь, да Это какой год? Это был 23-24 год В 24 году мы уже приехали с ним на слет Строил ее практически почти один Потом у меня стали появляться помощники На столярной работы я выполнил один Это было в помещении Саратовского индустриального техникума Такое тогда было Это было летом Помещение было свободное Пол кафельный, очень неудобно для столярных работ Но тем не менее я всю эту работу проделал Много не хватало Например, не было перкали Перкали это лучшая обтяжка для планеров Легких, конечно Пришлось обтягивать бязи Это ткань более тяжелая и менее гладкая Колес не было никаких Пришлось взять круги венских стульев Обшить их фанеры Вставить туда втулку, вытащенные из дерева Колеса эти, в общем, работали Не было тонкой фанеры Пришлось употреблять фанеру толщиной 3 мм То еще не было, конечно, это немножко утяжеляло планер Но преодолели эту трудность И с ней вы приехали в коктебель Да, приехали в коктебель В общем, он оказался не таким уж плохим планером Правда, он почти не летал Потому что с самого начала пришлось заняться переделками Передняя кромка Ее нельзя было обшить 3 мм фанера Она не сгибается Миллиметровая у нас не было Мы обшили картоном Картон биогроскопический Он во время дождей, пока мы ехали А мы ехали 13 дней Почти все время был дождь Он размок и превратился в кашицу Вы знаете, мы даже никогда не задумывались над тем, что планерам может не полететь Такая была эпоха Вся эпоха нас стимулировала к этому И тогда все создавалось заново практически на пустом месте Государство, социальное устройство, техника, наука, литература Все строилось заново И строилась в том числе и наша техника У нас такой мысли даже не было И раз мы строим, делаем Мы хотим, чтобы он летал, он должен обязательно полететь Такая уверенность у нас была Да, но только она сейчас более обоснованная, конечно Сейчас у нас кроме эмоций есть знания Лаборатории, громадный коллектив Но коллектив, кстати, состоящий в основном из энтузиастов Вот это очень важно отметить Если у нас есть какие-то успехи у коллектива Они обязаны тем, тому, что тон задают энтузиасты Люди, преданные до конца этому делу Которые работают с огромным увлечением Которые не надо заставлять, которые не думают о зарплате Они хотят сделать Вот это очень помогает в работе Поэтому отсюда и рождается и уверенность Если вспомнить годы, когда я начинал работать И мои друзья строили, летали Иногда ломали что-то такое Чинили, снова летали И все было чрезвычайно получено На том уровне знаний А сейчас, когда успехи образования у нас огромные Когда появилось огромное количество людей, разбирающихся в технике Которые могут научиться наконец ей Потому что есть учебник, руководство Есть люди, которым могут помочь, указать Опасаться того, что будет построен какой-то неграмотный аппарат И он развалится в воздухе Это просто смешно Это не соответствует нынешней эпохе Ну, в какой-то мере опекать может быть и надо Надо этих наших любителей организовать Создать им условия для работы Иметь какой-то орган, вроде технического комитета Который мог бы проконсультировать Посмотрите, чертежи посоветовать От этого аппараты только станут лучше Ну, и уверенность у них, может быть, даже больше будет Это, наверное, не потому, что мы чего-то опасаемся И каких-то, значит, происшествий А для того, чтобы поднять качество тех летательных аппаратов, которые они создают За это они будут только благодарны А сейчас часто получаются помехи Как? Что-то построил? А можно ли на этом летать? У людей появляется неуверенность Иногда органы власти вмешиваются И боясь за то, что человек что-то пострадает на этом деле Начинает ему запрещать, мешать Это потому, что отсутствует регламентация этого дела Надо их организовать, и все будет Все станет на свое место Когда встал вопрос о том, чтобы разобраться, что такое фляктор Это явление, которое когда-то в авиации было просто страшным, катастрофическим Вдруг в полете на большой скорости Начинались колебания крыльев или оперения Эти колебания возрастали очень быстро Случалось что-то вроде взрыва, и аппарат разрушался в воздухе И в то время, это был, по-моему, 1934 год Теория эта еще не была окончательно создана Учебные старались разобраться в этом явлении Явление очень сложное Наши лучшие математики Я помню, Гроссман, Борин, Келдыш занимались этим вопросом Они создавали теорию этого явления Ну и для того, чтобы проверить эту теорию Решили испытать планер Достигнуть какой-то скорости Который по одной теории На этой скорости должен был разрушиться А на другой не должен был разрушиться Таким образом, проверить эту теорию По этим двум разным теориям Была подсчитана скорость, на которой планер должен разрушиться Ну и пришлось пожертвовать сознательно Конечно, своим планерам Это был Ротфронт-1 Нет, простите, Ротфронт-2 На котором летчик Анохин, знаменитый летчик-испытатель Набрал за самолетом высоту больше двух тысяч метров Потом перевел этот планер в пикирование Все набирало скорость больше и больше И наконец планер как бы взорвался в воздухе Он хладнокровно сделал затяжку Выдернул корцо парашюта Сел отдельно от обломков планера, которые падали рядом И таким образом получил подтверждение Одна из теорий, которая оказалась правильной Это был очень смелый эксперимент Но очень нужный для того, чтобы продвинуть технику, науку вперед Строить, как можно больше строить Проектировать, строить и летать Это замечательная школа Я думаю, что вот из тех людей, которые сейчас занимаются этим делом Со временем, конечно, получатся прекрасные специалисты Это золотой фонд нашей страны И очень жаль, что сейчас они не имеют вот такой широкой дороги, чтобы можно было много строить и много летать Вот эти обстоятельства, о которых мы говорили, им мешают А надо им всячески помогать, чтобы они могли развернуть свои способности, свои таланты Талантливых людей у нас море Но надо дать им возможность работать Но сейчас знания получить сравнительно легко В сравнительно с тем временем, которые были во времена моей молодости Сейчас каждый может поступить в высшее учебное заведение Надо сдать экзамены Для этого надо уже кое-что знать Но тот, кто хочет, конечно, поступит У нас прекрасное учебное заведение Ну, конечно, если говорить о курсе, который проходят наши специалисты в вузах Я бы кое-что в них изменил бы Я бы сделал их более практичными Я бы уменьшил некоторые теоретические предметы, сократил бы Может быть, не совсем нужные А больше бы дал возможность всем студентам строить, летать Это было бы полезнее Ну, мне было легко учиться, потому что Я уже знал, что мне нужно как конструктор Когда я поступил в Ленинградский политехнический институт У меня уже было четыре планера построенных Поэтому я уже практически прошел курс проектирования, постройки И поэтому я знал в каждом предмете, что мне там больше нужно Я знал, что этот предмет, скажем, проектирование подпорных стенок Такой был предмет Я его хорошо сдал, но он меньше нужен А вот прочность, сопротивление материалов, аэродинамика, конструкция самолетов Это мне было очень нужно, я легко их преодолевал, потому что они были в какой-то мере мне уже знакомы Я помню, у нас был такой преподаватель предмета, который назывался «Конструкция самолетов» Кирилл Александрович Вигант Потом я снова встретил его в Яковле И он мне как-то дал задание спроектировать жесткое управление для гидросамолета Я, не задумываясь, нарисовал такой наватный проект Принес ему, он посмотрел, посмотрел И сказал, не знаю, что еще из вас получится, но конструктор из вас получится во всяком случае Спасибо ему за эти слова, это меня очень удушевело Ну, я действительно стал конструктором Когда я получил диплом, я получил сперва назначение на небольшой авиационный завод А потом Центральный комитет Освоевья Хима добился моего перевода в Москву На строящийся планерный завод Уже было такое время, когда нужен был массовый планеризм Нужна была какая-то конструкция планера Из основы был принят мой планер, который на слете еще в 1932 году Хорошо себя зарекомендовал Даже в 1930 году Я там организовал небольшое конструкторское бюро И мы создали чертежи этого планера И он был запущен на планерном заводе Вот этот планер в своем окончательном виде Это был планер УС-4 Он был очень летучий Простой конструкции Его легко было производить в массовом порядке Он стоил очень недорого И планерный завод выпускал их И выпустил что-то около 5000 экземпляров для Советского Союза Он расходился по кружкам, по организациям массовой авиахимы И до войны на них успели обучить полетам примерно около 100 тысяч человек Я думаю, что многие из них, конечно, пошли в авиацию Потому что тот, кто попал в авиацию, тот редко из него уходит И известно, например, что наш прославленный ас Покрышкин Первые свои полеты он сделал как раз на этом планере Ну и, конечно, на этом заводе планерном Мы строили и планеры-парители Для того, чтобы устанавливать рекорды, соревноваться Было очень много выпущено таких планеров И моей конструкции, и моих друзей Летчика Грибовского, Шереметьева, Причитковой, Грошева, Емельянова И все они сейчас работают в авиации Все стали хорошими конструкторами И эта школа не пропала для них даром Конечно, всегда хотелось построить самолет Ну, главным образом, легкий самолет И некоторые мои друзья строили такие планеры-самолеты Например, Шереметьев и Шахатуни Вместе построили очень неплохой самолет С двигателем 60 лошадиных сил И таких попыток было немало Но мне удалось перейти к самолетам только уже позднее Я давно заметил, что человек, если он серьезно чем-то увлечен Он служит как бы центром кристаллизации Вокруг которого собираются другие увлеченные люди Так организуется, создается настоящий коллектив И вот тот коллектив, с которым я сейчас работаю Коллектив, как мне кажется, замечательный Он в основном стоит из энтузиастов Во всяком случае, энтузиасты задают в нем тон Это очень важно Люди, которые работают просто за зарплату Не интересуются самим делом Они постепенно, как сухие листья, отпадают И исчезают из нашего коллектива Остаются люди, которые по-настоящему увлечены делом Это очень важное, я бы сказал, решающее обстоятельство И вот благодаря этому Коллектив стоит высоко и в научном отношении Даже я бы сказал, что Заметно, что постепенно Наука из институтов перетекает в конструкторские бюро Это не только в наше конструкторское бюро Каждое активно хорошо работающее конструкторское бюро Оно является в своем роде и центром науки И мы иногда с научным институтом спорим на равных Потому что у нас появились прекрасные специалисты Которые глубоко знают свое дело И это облегчает всю работу в целом Дело поднимает ее на высокий уровень И позволяет создавать действительно передовую технику Я думаю, что вот эту линию на увлеченных людей Обязательно надо продолжать И мы с удовольствием привлекаем В частности тех конструкторов, которые работают как любители Они иногда это бывает студенты В студенческих конструкторских бюро Мы связаны с рядом институтов И мы присматриваемся к людям И замечаем, что некоторые люди по-настоящему увлечены своим делом Вот они строят какие-то планеры, самолеты, вертолеты Гидросамолеты, дельтапланы И если мы видим, что этот человек по-настоящему увлечен Мы постепенно притягиваем ее к себе Они сдают у нас курсовые работы Причем мы им даем настоящую работу Они вливаются уже в наш коллектив Познают вкус этой настоящей работы А потом по договору, например, с Харьковским авиационным институтом Они защищают у нас дипломные проекты И после этого они приходят к нам Это уже в значительной мере сформированные специалисты И они очень скоро встраиваются в нашу работу И начинают работать в полную силу Мы бы с удовольствием привлекли и массу любителей Которые занимаются любительским конструированием Потому что это золотые руки Это люди, которые умеют делать все И кроме того, они универсалы Они сами проектируют самолет Они сами его строят, они сами на нем летают Они познают всю авиацию с начала и до конца Это золотой фонд Ну тут препятствуют этому часто От того, что они живут не в Киеве Поэтому трудно их привлечь сюда Киев и так очень перерос, как город Но все равно это стремление у нас остается И мы за то, чтобы наш коллектив И дальше формировался из людей Глубоко заинтересованных, увлеченных своим делом Олег Константинович, вот вы здесь уже работаете 30 лет Почему вы так долго, вот на одном месте, а не ищете установку? Это просто счастье работать на одном месте Но до сих пор мне приходилось гоняться за творческими возможностями За работой И пришлось много раз передвигаться по Союзскому Союзу И много раз начинать сначала Я работал и в Новосибирске, и в Ленинграде, и в Саратове И вот сейчас в Киеве Потому что от своей работы я себя отделить не могу Это единственная работа, которую я могу делать Ну, потому что уже в конце концов летчики немножко поздновато Работать, а конструктором можно работать всю жизнь Мне иногда задают интересный вопрос о вдохновении Существует ли вдохновение в технике? Конечно, в технике оно существует так же, как и в искусстве И в спорте, и в других областях жизни И в науке И без вдохновения, вероятно, ничего хорошего создать нельзя Когда вам нестерпимо захотелось сделать какую-то вещь, какое-то сооружение Может быть, написать картину, построить самолет Написать статью Для этого нужно вдохновение Просто так ничего не делается А без вдохновения получается серо, неинтересно, не технично И хорошего самолета без вдохновения создать, конечно, нельзя Поэтому на этот вопрос я могу ответить только однозначно Вдохновение нужно во всем Во всякой человеческой деятельности Я всю жизнь хотел летать Летать было не на чем Ну, с обычной применением Я просто стал строить то, на чем можно было бы летать Я стал строить планеры, потом самолеты Сейчас у нас огромный коллектив Коллектив, я бы сказал, энтузиастов Замечательный коллектив Ну, и я бы сказал, что если сравнить наш коллектив, скажем, с экипажем самолета Который летает То мы уже давно обнаружили и убедились, что самолет стареет тогда, когда он находится на земле Когда он бегает по земле, взлетает, садится на пробежке А когда он летает, конструкция изнашивается практически очень мало Потому что самолет находится в своей стихии И мне бы нашему коллективу хотелось пожелать, чтобы он был всегда в своей стихии В полете В поисках В погоне за новыми достижениями И это, конечно, содействовало бы тому, что у нас коллектив постоянно был бы молод Постоянно искал бы новые Создавал бы новые самолеты И не старел бы Работать надо на большой высоте Не приземляясь Хорошо Хорошо Это достаточно, да? Да, есть Ну что? Финителя комедия Давайте подумаем еще У нас будет еще время Да? Хорошо Сейчас пауза, тишина Тишина, полная тишина Пауза Тишина 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 Тишина